Всем доброго вечера! Завтра в России празднуется День Народного Единства. Хочу сказать пару слов об этом знаменательном празднике. Естественно, если у вас будет желание, вы найдёте информацию об этом празднике. Однако оно имеет более глубокий смысл, чем, кажется, на первый взгляд. В начале XVII века в России начались очень страшные события, которые мы именуем «Смутное время». Точнее, в конце XVI века, так правильнее. В начале XVII это закончилось. Последний царь из рода Рюриковичей, Фёдор Иванович Болезненный, был царь. Умер бездетным. Супруга его, Ирина Годунова, отказалась от престола в пользу своего брата Бориса. И династия, семья Годуновых, воцарилась в Москве, как начало новой династии, династии новых царей. Однако многие бояре были недовольны им. Часто поднимали вопрос о погибшем в Угличе царевиче Дмитрии. Называли его жертвой Бориса Годунова. Но хочу вам сказать, что Борису Годунову на тот момент была, меньше всех, выгодна смерть малолетнего царевича. В разных источниках написано о том, что он страдал эпилепсией, как и его отец. Что часто падал в припадки и съедал руки матери своя и теток своих. Вот так говорится об источнике. То есть, да, о причине его болезни и припадок. Очень часто лепил каких-то снеговиков. Потом начинал палкой или ножом их кромсать. И многие говорят, что он во время припадка ненароком себя зарезал. И навредил себе, значит, артерию. И не успели, не увидели вовремя, он истек крови. Ну, как бы там ни было, естественно, и виноватых всегда искали. И первым делом начали подозревать Бориса Годунова. Собственно, сюжеты всех фильмов на это и сводятся. Все режиссеры, фильмы. Ну, потому что фильм, он как бы без такого сюжета неинтересен. Поэтому все это сводят к нему. К страшному, нехорошему Бориске. Еще при нем начался голод. Пустились слухи о том, что он спрятал все в амбарах и не раздает. Позже Захарины, желавшие помочь народу в такие страшные периоды, да, голода и неразберихи. Захарины были заподозрены в измене Федора Захарина, или уже тогда получившие фамилию Романовой, в память о романе отце Анастасии, царице Анастасии, жены Ивана Грозного. Их начали называть сыновья Романы, Романовы сыны или Романовы. Уже, уже ставшие Романовыми, бояре, значит, были заподозрены в измене. Федора Романова с женой Ксении постригли в монастырь. Сыновей отправили, значит, в другой монастырь отделили от родителей сына Михаила. По некоторым источникам была еще дочь маленькая, говорят, что умерла. Но об этом очень мало сказано, может быть, сами Романовы не очень хотели это оглашать. И через некоторое время, когда уже Годуновых не стало, все династии были убиты, Ксения в пострижении Марфа, Иннокения Марфа. Она забирает сына к себе, и они уезжают в далекое свое поместье, тихо живут. Что происходит в России? Источники говорят, что люди боялись жить в своих домах. В домах жили звери, люди, как аки звери, жили в лесах. Разруха, ужас. И, естественно, западные правители не могли упустить такой выгодный момент для себя, чтобы прибрать к рукам сокровища России, богатства России. Они все время отправляли своих людей. Сегодня их называют либералы, тогда их называли Лже-Дмитрии и Лже-Иваны. Вот происходит под предводительством Сигизмунда или Жегемона Третьего такая вот афера. Беглый, как некоторые говорят. Кто-то его называет беглым казаком, кто-то его называет беглым монахом. До конца мы не узнаем, на самом деле, кто были Лже-Дмитрий I и Лже-Дмитрий II. Все, что говорится, это всего лишь версии. Приходит на Русь человек, приходит с армии польского короля, утверждая, что он есть Дмитрий Спасённый, чудом Дмитрий Царевич, сын Иванов. Слухи ходили в это время. Ещё на троне сидел Борис Годунов. Приводят из Углича последнюю жену Ивана Грозного, Марию Нагую, для того, чтобы она засвидетельствовала перед народом, что она знать не знает, кто это, что её сын умер. И когда её приводят в комнату царицы Ирины... Ой, извиняюсь, не Ирины. Ирина была сестра Годунова. Мария Григорьевна Скуратова. Скуратова, знаете, да, малютка? Это... Малютка или малюта по-разному называют. Ну, это то же самое название. Он был маленький ростом. Вот его так и назвали. Главный палач Ивана Грозного. Вот его дочь Скуратова. Григория Скуратова, дочь Мария, приводят в её покое Марию Нагую. И она говорит, выйди к народу и засвидетельствуй, скажи, что твой сын умер. Тогда Мария Нагая поворачивается к ней с ненавистью и говорит, Люди всякое говорят, может, и спасся, кто знает. Хочу вам сказать ради справедливости, что когда проводились раскопки и открыли могилу мальчика Дмитрия, сына Ивана Грозного, могила была пустая. Некоторые считают, что его похоронили, может быть, в другом месте, а здесь, чтобы не осквернили могилу во время нашествия Леже Дмитрия Первого, значит, куда-то убрали этого мальчика. Разные есть версии. И вот в России всё время вот этот вопрос, а был ли мальчик, да? Такой же вопрос возникает, когда Соломонию Собурову отправляет отец Ивана Грозного, Василий, Василий Гаврил вообще его звали, в монастырь отправляет из-за того, что она была нерожалая, как тогда говорили. И Соломония Собурова пускает слух, что она родила мальчика. Когда приходят к ней, мол, скажи, действительно ли родила мальчика, или врёшь, она говорит, не ваше дело, вот он вырастет и будет мстить за свою мать. Потом некоторые сказали, что он стал прототипом соловья-разбойника, мол, грабил людей, и, в общем, он был. Вот опять возникает вопрос, а был ли мальчик? Неизвестно. И вот в этом случае, то есть предполагать, что действительно Дмитрия спасли, конечно, нет. Там было очень много народу, и похороны, и всё это описывается. То есть не могли никак другого мальчика похоронить вместо Дмитрия, и не было такого смысла. Потом, когда уже как бы Годуновых не стало, когда сначала Борис Годунов умер. Многие говорят, что покончил с собой. Не может такого быть. Человек такой силы воли, железного характера, человек поднялся до власти, дорвался, будучи никем, стал просто, ну, правителем такого огромного государства, взял и покончил с собой. Нет, конечно. И он бы не бросил свою семью. Он очень любил свою семью, очень любил дочь, сына, жену. У него сердечный приступ случился. После него приходит садиться на престол, Фёдор, ну, сидит на престоле, так правильнее было бы сказать, в ужасе ожидает своей участи Фёдор. Недолгое время воцарение. Ксения, которая всё время теряла женихов, она была очень плаксивая, Ксения, и, собственно, судьба подкидывала ей такие причины плакать. Ксения некоторое время была наложницей Лжедмитрия Первого, потом он её отослал, потому что из Польши дали знать, что так не пойдёт. Они не на это рассчитывали. И пришла, собственно говоря, Марина Мнишек, дочь польского господаря, Юрия Мнишека, Марина Юрьевна Мнишек, с острыми орлынными чертами, очень надменная, очень гордая царица Московии. Так она себя величала. Что происходит? После смерти Дмитрия приходит к власти Годунов. Годунов, значит, отводит от своей неродовитости, отводит внимание на шикарную жизнь, шикарные коронации, шикарное, значит, сватовство дочери Ксении, после чего жених умирает, шикарные похороны жениха и прочее. Народ говорит, мы здесь мырем, как мухи, а он, значит, устраивает пир за пиром и не думает о народе. В итоге, когда он умирает, естественно, ослабевает тут же его семья. И по сговору бояр, те, которые примкнули к, как его называли, ворам, к лагерю вора, они нападают на семью Годуновых, убивают их, а Ксению отводят в лагерь к Лжедмитрию Первому. И Дмитрий, уже как бы принятый как истинный сын Ивана Грозного, выходит Мария Нагая, целуется при всем народе, признает его своим сыном. Причем Мария Нагая признала своим сыном и второго лжедмитрия тоже. Вот она поцеловала. Она была изначально женщина корыстная, она изначально очень не гнушалась посулами, и, может быть, она подумала, что и так у меня жизни не было, жила со стариком, родила ребенка, ребенок умер, мне ничего не припало, в Угличе с родственниками как-нибудь проживала, и нехай хоть сейчас что-нибудь урву от этой жизни. И вот она признает, обнимается, народ в слезах, признали, вот он Дмитрий Царевич, его, значит, матери выделяют отдельные покои и приводят оттуда польскую воеводиху, дочь воевода Мнишика, Марину. Их венчают. Очень шикарная свадьба с обезьянами, с клоунами, и целое войско польское стоит в Москве. И наутро Марина просыпается, новобрачная, счастливая, после первой брачной ночи. И тут служанки, значит, кидаются на нее, хватают ее и быстро тащат в чулан, где ее и прячут. Собственно, ее оттуда вытаскивают бояре и говорят, что лже-дмитрий убит, а ты как хочешь уходи из Москвы, пока живая, в общем, ничего не дают ей, только служанок, и выпроваживают до пределы Москвы. Она еще не успела уйти, ее тут же находят, отводят в лес. Через некоторое время она придет в Москву еще раз уже с лже-дмитрием вторым. И сажают Шуйского на боярство. Вот в это время, после Шуйского, после того, как Шуйский тоже был убит, ой, не убит, а свергнут, его в монастырь построили, он до старости там был, после свержения Шуйского приходит, ну, правит семи боярщина. Это как совет из семи известных, знаменитых семей бояр. Но польская интрига еще не закончена. Приходит на Москву уже Дмитрий II, идет уже. Как его еще называли? Тушинский вор. И Калужским вором называли, то есть он где лагерь ставил, долго находился, так его и называли. Волк был же Дмитрий II. Когда приходят к Марине Мнишек и говорят, мол, Марина Юрьевна, ваш муж уцелел, оказывается, он убежал в Польшу, там воеводиха, мать ваша смогла его выходить, вот он опять идет на Москву. Она рада, счастлива идет навстречу, но на полпути приближенные говорят, мол, Марина Юрьевна, особо не радуйтесь, это не он. Но надо будет признать его своим мужем. Она в истерику, а ей служишь польскому народу, нашему общему делу, католической церкви, в общем, одумайся. И она, вопреки своей воле, принимает его, признает, и при всем целом народе целуется, обнимается, тем самым доказав, что да, это вот он. Тогда не было интернета, фотографий, фотоаппаратов, понимаете, никто не мог знать, как он выглядел. Вот слышали и все. Ну, раз уж народ услышал или увидел, что они обнялись, значит, это тот самый. Точно так же делает Мария Нагая, обнимается, уже со вторым своим сыном, так называемым, признает при всем народе своим сыном, и дальше они идут на Москву. Ну, после того, как, значит, осели они в Москве, происходит следующее. Народ, уставший от польских интервентов, уставший от грабежей, насилия. Знаете, вот встал вопрос, будет вообще Россия или нет? Будет ли она существовать? Вот этот день народного единства, когда говорят, это не только день единства всех сословий, бояр, купцов, князей, там, значит, ремесленников, крестьян, не только. Еще и единение всех народов России, потому что в этих войсках, которые пошли на Москву освобождать, значит, стольную, да, там было очень много народов, всех народов России это обхватило. От Сибири, начиная, от татар, заканчивая киргизами алтайскими, это все было огромное войско, ну, естественно, вместе с русскими дружинами, уже не дружинами дружинами были во время киевских князей, ну, поисками, да, полками. Два человека. Дмитрий Пожарский, князь Пожарский, и Казьма Минин, купец. Вот смотрите, деньги и отвага соединились. Без денег войско не соберешь. Ну, хорошо, даже если они бесплатно воюют, их кормить надо, их снарядить нужно, правда? Без руководителя главы, без военного человека войну не начнешь. Два человека спасли эту страну. Вот запомните их. Имена навсегда. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Казьма, Кузьма, это одно и то же имя. Их изваяние стоит сейчас перед храмом Василия Блаженного. Эти два человека, вот этим двум людям, Россия обязана своим продолжением. Их роль в истории велика, просто о них очень мало говорят. Их роль не менее велика, чем роль Петра Великого, Екатерины Великой, понимаете? Эти люди просто освободили страну и скромно отошли в сторону. Никто из них к власти не добрался, никто из них не хотел на себе примерять корону, просто пришли спасать свое Отечество. Когда уже поняли, что больше ничего не происходит, все, все остановилось, рушатся поляки, литовцы, англосаксы со своими дипломатами, все полетели сюда, стервятники, уже готовы растерзать эту землю. И тут, значит, Пожарский, князь Пожарский и купец Кузьма Минин собирают войско и идут на Москву. Это было ополчение. Люди были полуголодные, оборванные, босые, кто чем мог, вилами, топорами, пушками, все пошли на Москву. В Москве закрылся Лжедмитрий II со своей женой и войсками, польскими войсками, но они взяли в плен, они взяли в плен, все семьи, бояры, князей родовитых прятались там, и среди них была известная Иннокения Марфа сыном Михаилом Романовой, ближайшие родственники царей и вторые старшинству. И Романов ему было 16 лет. Это был единственный юноша, единственный князь среди всех князей, который ничем себя не испачкал, который ни в какие авантюры, интриги не влез. И она прекрасно понимала, что ее сын будет кандидатом на царствование. Она это осознавала. И особенно его берегла там. Москва была взята, польское войско разбежалось, кто-то попал в плен, кто-то был убит. Лже-Дмитрий II был убит. И Марина убежала каким-то образом, смогла сбежать с малолетним, маленьким сыном тогда Иваном. Его звали Варенок. Через некоторое время Марину схватили. Она писала письма везде, что, да, Иваном назвали в честь деда, якобы Ивана Грозного. Я царица московская, прошу помощи. Мой враг Романов, уже когда воссел на престол Михаил, Михаил Романов, который посягает на мой престол и так далее. Ну, и ее уже считали сумасшедшей. Любовь ли двигала ею? Друзья мои, яд власти – это такое зелье, что, испив один раз, уже человек не может отойти от этого. Она привыкла к тому, что она царица московская. Она привыкла к тому, что она непростой человек. И тут просто уйти домой вместе с сыном, неизвестно от кого, она не хотела. Она хотела ему вернуть этот престол. Но была схвачена, предали. Правда, она до этого времени еще у нее там какие-то любовные отношения были с каким-то из военачальников бывшего, ну, уже погибшего мужа, да. Были схвачены, и маленького Ивана повесили. Вот со смертью, с веселицей маленького ребенка началось правление Романовых. И закончилось со смертью маленького мальчика. Видите, как символично. Наблюдатели иностранные говорили, что взяли его на руки, ему было 9 лет, и несли его к веселице. А он все время боялся и спрашивал, дяденька, а со мной что вы сделаете? Его все успокаивали, чтобы ребенок не боялся, но все-таки отвели к веселице. Это страшно, это очень страшно. Но если бы это не было сделано, то кто-нибудь опять, воспользовавшись тем, что он есть, снова пришел бы на Москву. Держать его в тюрьме, скажете вы, а если его освободят кто-нибудь? Понимаете, иногда смерть одного человека может стать залогом спокойной жизни целого народа. Как бы это страшно ни звучало, но многие государи, допуская такую слабость, очень жестоко расплатились за это. Не только они, но и их народы. Поэтому, видимо, просто поняли, что иного выхода нет, и только это остановит все это смутное время. Иннокене Марфа не хотела, она действительно не хотела, чтобы сын воцарился, она боялась очень этого. Приходили, уговаривали, просили, она говорила, вы все клятвопреступники, как я могу отдать своего сына вам, чтобы он царствовал такими, как вы. И тогда, уже поняв, что выхода нет, патриарх собрал женщин с маленькими детьми, и они босиком пошли к храму и начали плакать, великим плачем, умоляя Михаила, стать царем России. Вот так началось правление Романовых и закончилось смутное время. И в память об этих днях мы с вами празднуем этот день народного единения, единства. И еще раз говорю, не только единения, единства сословий, а еще и религии, единения народов, единения менталитетов всего народа России. Позже Дмитрий Пожарский принял в крещение имя своего старшего друга, как он его величал, любил, акьи отца, так было написано, и стал именовать себя Кузьма. Благодарность о том, что когда-то он, как старший, взрослый человек, старший друг, поддержал его в этом, и они вдвоем освободили наше Отечество. Вот так, друзья мои, помните этот день и благодарите их, даже если они уже вне нашей жизни, наших пространств и просторов. Потому что эти два скромных, действительно скромных человека, не желая власти, не желая ничего для себя, просто освободили Отечество и пошли дальше жить своей жизнью, как жили. Как бы нам хотелось бы, чтобы в наши дни вот такие вот люди, которые приходят спасать, помогать, не ради кресла, не ради хороших должностей и посулов, а просто потому, что хотят, чтобы их страна жила. И отходят в сторону скромно, без каких-то претензий, уходят и живут дальше своей жизнью, радуясь тому, потому что они освободили свое Отечество. Видите, какой парад духов начался при упоминании об этих людях. Вечная им память, а нам вечно помнить и понимать, что мы один раз чуть не потеряли Россию. Она один раз уже стояла перед вопросом, быть или не быть. Знаете, почему? Потому что допустили иностранцев до власти, потому что допустили лжедмитриев, обещавших всем рай, потому что поверили, что кто-то извне может принести им победы и мир. И сами же предали свое Отечество, сами. Ведь сначала убили семью Годуновых, там плохо ли, хорошо ли, но они были свои, своя династия царей. Потом свергли Шуйского, потом началась ими Боярщина, потом допустили до городов польское войско. Сами это сделали, друзья мои. Сам народ поддался этому всему, сам народ глупо поверил и очень сильно пожалел потом, потому что с этим, знаете, спрятав оскал под маской благочестия, пришли к нам те, кто нас не любил. И у кого была только одна мечта разграбить нашу страну, уничтожить, ослабить и разделить между собой. И вот сейчас те, которые привносят, опять же, свои ценности, так называемые, это те самые лжедмитрии, которых отправляют сюда, чтобы после с помощью них и через них пройти самые сокровенные и разорвать все изнутри, уничтожить и забрать. Никто лучше нас, нашу страну, не может понять, любить и беречь. Никто. Никто нас не научит, как нужно правильно жить, что нужно делать, потому что мы, жители этой страны, знаем лучше, чем кто-либо, что в этой стране происходит и как мы здесь живем. Поменьше слушайте источники от лжедмитриев, которых отправляет сюда, чтобы следом пришли брать в Москву. Всем удачи, всех благ и пусть народное единство привнесет в нашу жизнь с вами равновесие и гармонию. Мы все часть этой истории, даже те, кто не очень давно живет в России. Мы часть этой истории, потому как мы живем на той земле, где это все происходило, хотя бы из-за этого. Я уж не говорю о тех, кто коренной житель. Всем удачи! Субтитры создавал DimaTorzok